В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Рязани пресекли деятельность подпольного цеха по производству молочной продукции, почему закрывают клуб юных техников «Волна». И рязанские пляжи готовы к купальному сезону на 99%. В Коничевских оврагах пруды молочного цвета. В сказку про кисельные берега и молочные реки жители микрорайона не верят и сообщили о необычном явлении в природоохранную прокуратуру. На место событий прибыли прокуроры, полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и наша съемочная группа. Как оказалось, необычный пруд, наполненный молоком, находится рядом с подпольным цехом по производству молочной продукции. Подробности в нашем эксклюзивном материале. Странный пруд белого цвета образовался относительно недавно, но уже кишит опарышами и, по словам представителей санэпидстанции, отравил почву. Сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с полицейскими прибыли на место сразу же после звонка жителя микрорайона Семчина, который и обнаружил канаву, наполненную отходами молочного производства. Был произведен выезд на место и установлено, что действительно на поле, недалеке от улицы Семчинская и улицы Школьная, действительно во враге, находится жидкость визуально и по запаху похожа на жидкие отходы от молочного производства. Невдалеке от данного места расположен цех молочный. Будем анализировать результаты лабораторных исследований. Соответственно, будут проанализированы выводы специалистов, которые привлечены к прокурорской проверке. Помимо явного нарушения природоохранного законодательства, выясняется, что предприятие не имеет никаких разрешительных документов на работу. Молочная продукция изготавливается в условиях, не соответствующих санитарным нормам, да и хранится также. При этом во время рейда не удалось выяснить, куда же в дальнейшем направляются контейнеры с творогом и другой, в простонародье, кисломолочкой. Где же они реализуются? Объемы внушительные. То есть на настоящий момент в цехе находится продукция готовая, да, в больших объемах, в частности творог. Вы пообщались с руководством цеха? Да, да, да. Действительно, предприятие не оформлено, индивидуальный предприниматель не оформлен. Вся деятельность осуществляется частным образом. Со слов руководителя, вернее физического лица, который эту деятельность организовал и осуществляет, исходным сырьем является молоко, которое собирается по деревням, то есть у физлиц также. В общем-то, ну, с его слов, по крайней мере, так. Но производственные деятельности, технологическое оборудование и объемы, которые были обнаружены на месте, свидетельствуют о том, что это именно производственная деятельность, связанная с реализацией молочной продукции. Сейчас органами прокуратуры будет проводиться тщательное расследование, после чего будут приняты меры в отношении нерадивого молочного короля. И все же остается непонятным одно, как местные жители не заподозрили неладное раньше. Ведь специфический запах кислого молока наполнил воздух и наверняка уже успел проникнуть в соседние частные дома. Рязанскому клубу юных техников «Волна» почти 60 лет. Здесь работали кружки по авиамоделированию, радиотехнике и работе на станках. Сегодня клуб оказался под угрозой закрытия и родители забили тревогу. Александра Тамбовская выясняла причины. Этому клубу на первых бутырках уже 58 лет. Он был открыт при приборном заводе. Занятия среди школьников, как и сейчас, проводились бесплатно. Сам клуб был одним из самых популярных мест дополнительного образования. Бессменным директором более 40 лет являлся Олег Ефремов. Мастер спорта по водному туризму, главный судья первых соревнований в Рязани по туристскому ориентированию. Человек, которому была небезразлична судьба клуба. Олега Васильевича не стало три дня назад. После тяжелого инсульта. На мой взгляд связано. Потому что он очень переживал в связи с закрытием клуба. Слухи такие ходили. Причем ходили с конкретными примерами. Что вот не сегодня, а завтра клуб закроют. Но он, конечно, очень сильно переживал. Потому что он всю душу вложил в этот клуб. Внук бывшего директора клуба Андрей Тарасов рассказывает, что когда-то здесь было до восьми секций. В клубе могли заниматься школьники всех возрастов. Для детей до шестого класса кружки «Мягкая игрушка» и «Умелые ручки». Сейчас только они и остались. Для тех, кто постарше, кружки любителей кино, хоккея, футбола, картинга, авиамоделирования и радиотехники. К сожалению, преподавателей сейчас нет, однако здесь осталось огромное количество радиодеталей. Причем радиодетали абсолютно рабочие, несмотря на их возраст. Они вполне могут быть использованы в учебном процессе. Это и резисторы, и конденсаторы. Огромное количество различных релей. Здесь есть все абсолютно. Я, наверное, за все это время успел посетить все кружки и клубы, здесь, которые находятся. Довелось мне побывать и в радиокружке. Я занимался около года. За это время мне удалось освоить азы радиотехники. Научился программировать микроконтроллеры фирмы «Атмега». В дальнейшем мне это очень помогло. И сейчас я студент третьего курса факультета учреждения техники. И мы делаем вещи, которые в 8-9 классе я делал тут. Как мы видим, в клубе есть практически вся инвентарная база, даже старенькие компьютеры. Классы сейчас попросту пустуют. Со слов работников клуба, после ухода любого из преподавателей, его вакансия сразу же снимается. В оставшихся двух кружках сейчас занимается около 100 человек. Периодически приходят целые группы от школ. Также любой ребенок может абсолютно бесплатно присоединиться к занятиям. Для них и продолжают работать трое преподавателей. Говорят, что держит их здесь вовсе не зарплата, которая, к слову, достаточно скромная. Мне очень нравится здесь. Эта атмосфера мне нравится. Мне нравятся эти детки. Мне вообще эти дети нравятся. Мне нравится с ними заниматься. Мне интересно. Я погружаюсь в какой-то мир детства. И я там с ними в этом мире летаю. Родители воспитанников уже написали обращение на имя директора приборного завода, а также обращение с подписями родителей к главе администрации Олегу Булекову с просьбой передать клуб в управление образования молодежной политики Рязани. Сейчас он уже не является собственностью завода. По неофициальной информации, с 1 июня клуб могут закрыть. Сотрудники предполагают, что это связано с недавней сменой руководства завода, которое, видимо, решило провести оптимизацию. Однако официальных распоряжений пока не было. Возьмутся ли городские власти за этот клуб, покажет время. Обращение принято к рассмотрению. Вместе с воспитанниками и преподавателями надеемся, что это решение будет правильным. Ведь, по сути, клуб «Волна» предоставляет одну из немногих возможностей бесплатного дополнительного образования для детей в городе. Клуб «Мечта», расположенный на улице Советской армии, также имеет бесплатные секции. Но там специализируются на техническом моделировании и робототехнике. Большинство же секций в городе платные. Поэтому так важно сохранить возможность для наших детей развиваться всесторонне. Рязанские пляжи готовы к купальному сезону на 99%. Глава администрации Олег Булеков лично осмотрел городские пляжи накануне сезона. В рамках рабочей поездки он посетил несколько мест загара, в том числе на Ореховом озере. Глава городминистрации Олег Булеков проинспектировал Рязанские пляжи. На сегодняшний день все они оборудованы спасательными постами, медицинскими пунктами, в которых будет работать специально обоченный персонал. Везде установлено пляжное оборудование. Кабины для переодевания, скамейки, теневые навесы, а также биотуалеты, урны, контейнеры для мусора, информационные стенды и таблички с обозначением зон купания. После проведения специальной комиссии обследования, всеградские пляжи получили паспорта готовности к летнему сезону. На 99% сейчас пляжи готовы. Да, есть некие шероховатости, которые до 1 июня должны привести в порядок, где-то подчистить, поставить какое-то оборудование, в том числе оборудование для солнцезащиты, готовые места для оказания первой медицинской помощи, оборудованные места для спасателей. Поэтому здесь каких-то опасений нет. И сегодня были уже проверки соответствующих служб, это и Роспотребнадзор, и МЧС, которые дали положительные заключения. Акты все подписаны. Мы надеемся, что с 1 июня у нас заработают наши пляжи. Всем арендаторам, которые будут обслуживать пляжи, предложено на их территории установить специальные ящики, где все отдыхающие смогут оставлять свои пожелания и замечания. Все будет зависеть тоже и от людей. Если люди будут высказывать свои просьбы, пожелания, где-то что-то нужно сделать еще, я думаю, что мы здесь, администрация города, союзники, я думаю, что и достаточно адекватные в этом году арендаторы, которые пришли на эти участки, я думаю, что и они будут заинтересованы в том, чтобы создавать как можно больше различного рода развлечений для людей. Глава администрации, ссылаясь на прогнозы гидрометеоцентра, рассказал журналистам о том, смогут ли рязанцы опробовать новый пляж, предоставит ли погода такой шанс. Как говорит наш любимый гидрометцентр, вообще жаркая погода, вообще обещают, это вторая половина июня, и июль, и август, и даже первая половина сентября обещают быть достаточно жаркими. Поэтому я считаю, что мы, несмотря на то, что вроде бы как жаркую погоду мы ждем в середине июня, но те задачи, которые мы перед собой ставили, до первого июня открытия пляжа, мы это их откроем. До лета осталось всего ничего. И даже если ваши планы на отпуск по неким стечениям обстоятельств нереализуемы или откладываются на лучшие времена, не стоит расстраиваться. Хорошо отдохнуть можно и в родном городе. Сотрудники управления уголовного розыска регионального МВД задержали злоумышленника, которого подозревают в продаже наркотиков. У него изъяли более чем полтора килограмма смертельно опасного вещества. Операция по пресечению организации розничного сбыта синтетических наркотиков была реализована сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД совместно с коллегами из отдела полиции номер 3 по обслуживанию железнодорожного района. Оперативники получили информацию о действии в Рязани подпольной сети распространения небольших количеств синтетических наркотиков. Маленькие самодельные контейнеры с синтетикой появились в городе в разных местах, как бы в случайном порядке. Однако вскоре полицейские вычислили сообщения в сети интернет, которые служили для организации этого незаконного оборота наркотиков. Расшифровав систему связи, используемую злоумышленниками, оперативники установили личность одного из них. 28-летнего жителя Рязани решено было задержать при возвращении из очередной поездки. Сейчас оперативники устанавливают остальные узлы подпольной сети торговли наркотиками. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Майские дожди не торопятся покидать наш регион. Вместе с тем синоптики обещают, что осадков станет меньше, а температура воздуха будет повышаться. Подробнее о прогнозе погоды Наталья Новикова. В плюс погоде, пожалуй, можно засчитать тот факт, что природа выполнила норму по осадкам. Первые дни этой недели внесли достойный вклад в долгосрочное превыполнение месячной нормы. Ливневые дожди местами сильные, временами даже сопровождались грозами. А вот температура воздуха после прохладных прошлых выходных вернулась в среднюю многолетнюю норму. В ближайшие дни солнцем станет больше, дождей меньше, а температура воздуха продолжит повышаться. Ночи станут ясными и теплыми. Градусники остановятся на отметке плюс 12-14. Дневные значения температуры будут стремиться к плюс 25. И не исключено, что в выходные даже превысят эту отметку. Словом, погода будет развиваться по летнему сценарию. Со среднесуточной температурой выше нормы на 3-4 градуса и кратковременными локальными дождями. А на смену серому небу придут кучевые облака, которые называются еще облаками хорошей погоды. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения дня. Генеральный спонсор программы «Жилищный комплекс Дядькова». Весь май квартиры площади 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. «Жилищный комплекс Дядькова» надежное качество по доступной цене. Звони 997722. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова